Здравствуйте, мы на библейском портале Экзегет отвечаем на ваши вопросы. И вот такой вопрос у нас сегодня есть. Какие или каковы качества духовного человека? То есть, какими качествами должен обладать духовный человек? Вопрос действительно важный. Потому что он все-таки задает некий критерий. Если мы знаем ответ на этот вопрос, то у нас появляются некоторые критерии понимания того, вообще, насколько далеко мы отстоим от цели. А, собственно, стать человеком духовным в противовес человеку плотскому прямо призывает нас Священное Писание. Попробуем обратиться к тому, что по этому поводу пишет апостол Павел. Так вот, апостол Павел в послании к Галатам пишет замечательные слова, которые, ну вообще-то, по-хорошему каждый православный христианин должен знать наизусть. Я сейчас буду их читать, а не произносить вам наизусть, потому что я их помню по-церковно-славянски. А все-таки для наших целей я прочитаю их по-русски. Апостол Павел пишет. Вот эти слова «плод духовный есть», «любы», «радость», «мир», «долготерпение», «благость», «милосердие», «вера», «кротость», «воздержание». Можно буквально, я не знаю, как мантру в кавычках, повторять себе почаще, напоминая самим себе, какими же мы должны быть. Значит, давайте попробуем еще раз медленно повторить то, что я уже дважды вам прочитал. Сначала по-русски, а потом по-церковно-славянски. Итак, «любовь есть совокупность совершенств», пишет апостол Павел. То есть, пребывающий в любви, говорит апостол Ленбогослов, в Боге пребывает, потому что Бог есть любовь. Это первое и главное добродетель. Если я испытываю любовь по отношению ко всему, что меня окружает, можно говорить о том, что каким-то образом я к духовности приближаюсь. Дальше. Радость. Апостол Павел подчеркивает, всегда радуйтесь. Насколько я пребываю в унынии, в отчаянии, в апатии, или я радуюсь. Иногда говорят, ну как можно радоваться, когда у меня в жизни столько всего плохого. А надо понимать, что вот эта истинная радость есть порождение и следствие истинной любви. Если я люблю Бога и Творца всяческих, если я по-настоящему люблю Его и доверяю Его, вижу в Нем своего любящего Отца, тогда любое, исходящее от Него, будь то благодеяние или то, как мне будет казаться, допустим, наказание, я буду воспринимать радостно. Я буду понимать, что и чувствовать самое главное, не просто умом понимать, но и сердцем чувствовать, если в сердце моем живет Любовь, что это дело Любви со стороны моего Небесного Отца, и сердце мое будет переполняться радостью даже в самых сложных и тяжелых обстоятельствах моей жизни. Итак, после радости что у нас? Мир. Не менее важная характеристика для духовного человека. Блаженный миротворцы, Екатии, Сынове Божией, нарекутся, говорит Господь в Нагорной проповеди. «Прибываю ли я в мире со всеми людьми? Насколько в сердце моем почивает мир?» Напомню вам, что вот эти замечательные, знаменитые восточные приветствия, салам на арабском, шалом на еврейском, буквально значит мир, когда ты входишь в дом или приветствуешь человека, ты желаешь ему мира и говоришь о том, что пришел с миром. На богослужениях православной церкви одним из наиболее часто встречающихся возгласов являются возгласы пожеланий мира. Мир всем. Священник преподает этот самый мир всем стоящим и молящимся в этот момент в храме. Что значит преподает? Просто желает, нет, он пытается как бы передать этот дар духовный, дар мира, который должен обитать в сердце духовного человека. Следующее. Долготерпение. Вот уж чего мало у современного недуховного человека в сердце пребывает, потому что, как мы видим, долготерпение называется апостолом Павлом одним из главных плодов духа. Умение терпеть, умение ждать, не быть торопышкой, потому что все, что происходит с нами в области духовной, оно не может просто механически возникнуть. Оно должно вырасти, ну как морковка вырастает на грядке. То есть бесполезно дергать ее, чтобы она как можно быстрее выросла. Мы только вырвем ее, и она погибнет. Точно так же и все происходящее в нашей жизни должно вырасти, должно созреть и всему свое время. Если мы этого не понимаем, не чувствуем и не живем в соответствии с этим, то мы также не можем называться людьми духовными. Дальше. Благость. Еще один духовный плод. Что такое благость? Что такое благость? Давайте подумаем, послушаем это слово на вкус. Какие слова еще есть с этим корнем? Говорят, благостный человек. Что это значит? Это значит, что находясь рядом с ним, мы как бы нам хорошо. Нам хорошо рядом с ним. Вот такой признак духовного человека. Находясь рядом с человеком, находясь рядом с вами, люди нервничают, переживают, им неспокойно, им неуютно. Они стараются поскорее уйти или, приблизившись к вам, они чувствуют себя в раю и по непонятным причинам им вообще не хочется уходить. Они уж, может быть, и понимают, что говорить-то больше не о чем. Все вопросы заданы, все слова сказаны, а уходить почему-то не хочется. Вот это важное свойство духовного человека. Рядом с ним хорошо. А почему рядом с ним хорошо? А потому что... Что такое духовный человек? Это человек, на котором почивает Дух Божий. Прикасаясь к духовному человеку, мы, по сути дела, приближаемся к Богу. Мы чувствуем присутствие Божие в присутствии духовного человека. И поэтому нам никуда не хочется уходить. Милосердие. Казалось бы, понятная черта человека, о котором мы часто забываем. Человек должен духовно иметь милующее сердце. Это не значит, что он должен подавать милостыню на улице всем и сразу все. Речь идет не о милостыне и даже не о деятельном милосердии, которое, безусловно, является следствием истинного милующего сердца. Он должен сопереживать и жалеть всех. Буквально всех. Подумайте, какое чувство вы испытываете, например, когда у вас просят милостыню. Идете вы по подземному переходу, и тут такой неприятный бомж говорит, подайте копеечку. И я сейчас не говорю о том, подадите вы ему копеечку или не подадите. Но какое чувство вы испытаете в сердце своем? Если жалость к нему, если сострадание к этому несчастному человеку, который, может быть, по своим грехам, а может быть, по стечению обстоятельств, оказался в такой жизненной ситуации, когда он просит у вас денег. Может быть, он обманщик, но это не мое дело. Если я его жалею, то это первый признак того, если сердце мое милует его, то это первый признак того, что все-таки хоть чего-то там от духовного человека в моем есть во мне. Дальше я уже могу головой думать, подавать ему, не подавать, как я могу ему помочь. Но первое чувство, первый позыв, первый призыв моего сердца говорит о том, есть ли Дух Божий на мне или нет. Если есть, безусловно, помыслы осуждения, озлобления. Вы знаете, люди очень часто, я это обращаю внимание, люди подают и злятся. Вот они подают, потому что по заповеди Божьей они должны подать, но при этом злятся. Я знаю нескольких бабушек, которые специально обходят эти места, где бомжи просят подаяния, чтобы, как они говорят, не искушаться. В каком смысле не искушаться? Чтобы не злиться. Подать-то придется. И да, подать можно действительно по копеечке, но важно, что это разозлит. Вот у меня попросили, и я злюсь. Вот если я злюсь, если я раздражаюсь, значит, сердце мое не милующее и не милосердное, даже если я подал. Так, вера. Конечно, духовной жизни и Духа не бывает без веры. Если в сердце человека не живет вера в Бога, как милующего Отца, такой человек, безусловно, не может быть назван духовным, и я думаю, здесь комментарии будут даже излишни. Кротость – следующее необходимое свойство духовного человека. Кротость – это не очень простое понятие. Больше того, оно имеет несколько разные значения в традиционном церковном смысле этого слова и в советском. Кротость буквально для церкви – это не злобие, мягкость, не мстительность, отходчивость нрава. Это особое свойство человека и его души, которое позволяет не держать зла, не мыслить плохо о других людях, радостно воспринимать все происходящее с вами, в том числе и те неприятности, которые приносят вам другие люди. Без кротости, безусловно, как сказано в Нагорной проповеди, человек не может быть блаженным и не может, соответственно, быть духовным. И, наконец, последнее свойство – воздержание. Что такое воздержание? Воздержание противопоставляется в православной аскетике в широком смысле этого слова распущенности. То есть воздержание – это умение сдерживать свои порывы и эмоции. Нужно понимать, что после грехопадения человеческие качества и свойства оказались в извращенном состоянии, и человек ни в чем не знает меры. И вот умение знать меру, умение вовремя остановиться, умение контролировать себя – то, что называется в православной церкви словом аскеза или аскетика – воздержанность во всем – в словах, в эмоциях, в еде, в чувствах. Это важнейшие качества, без которого духовный человек быть не может. Таким образом, мы с вами перечислили, следуя апостолу Павлу, те важнейшие качества духовного человека, которые апостол прямо усваивает человеку как плод духа. Итак, плод духовный есть – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Но таковых не есть закона, говорит апостол Павел. Поэтому каждому из этих качеств нам необходимо стремиться, если мы хотим жить духовной жизнью. Продолжение следует... Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова